Сик продал мной, а не я им. Но все у меня стойко, прочно. Рыбина взяла червя за брод, иначе давно бы сошла. Значит, сик стоял на быстаре и спокойно зажигал червя. Удилище вопросом. Ох, какой я молодец, какой молодец! Заторопился бы, сплоховал и с приветом. Это я на охоте. То пальмой возле ног, то уж когда версты две птицы отлетит, но тут шалишь. Тут я выдержал характер, и сик ходил на удочке, танцевал, ловался на волюшку простором. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина, понявши, что в репу не уйти, не погущают, резко помчалась к берегу, рассекая воду святым пером. Так в Сибири зовут спиной плавник. Это была еще одна ошибка сика, последняя в жизни походу. По лету я взбежал на приплесок и выбросил наденый песок бунтующего темноспинного консавца, сшивающего себя из серебра чешуи.